здравствуйте юные оригамисты попробуйте отгадать загадку и тогда вы поймете что мы сегодня будем делать хоть и плавает морях но не рыбе точно класс дружелюбен и умен и зовут его дельфин правильно сегодня мы с вами получимся делать дельфина но прежде я хочу немножко рассказать о вас о них семейное положение дельфинов большинство дельфинов образуют супружеские пары на всю жизнь и примерно раз в два года самка рожает одного детеныша и очень заботится о нем и подрастающее поколение держится возле матери не менее двух или трех лет и так они в общем образуют большие семьи для дельфинов характерна жизнь больших сообществах в которых может быть от десяти до ста особей зачем так много нужно им быть вместе оказывается такая скучность помогает им загонять косяки рыбы на мелководье во время охоты и защищаться от акул и причем всегда соблюдается принцип обороны при котором самки малыши и ослабленные дельфины располагаются внутри группы а сильные самцы по краям дельфина очень дружелюбны и любопытные и игривые животные процессе игры дельфины способны проявлять настолько поразительную фантазию и сообразительность что вызывает неподдельный восторг всех наблюдать наблюдатели как дельфины дышат во время сна отдыхает только одно полушарие их мозга и закрывается только один глаз а вторая половина бодрствует контролирует дыхательную систему и нос дельфина представлю представляет собой дыхало это отверстие которое находится на темени и вот пока одна половина спит то вторая половина контролирует чтобы дышать и у дельфинов нет жабр они дышат вот именно через это дыхало очень удивительно что дельфины могут слышать и как они это слышат они издают и улавливают ультразвук которые человеческое ухо просто не в состоянии уловить фокис фокусируют такой ультразвук звуковой пучок в нужном направлении получая мгновенное эхо потом они сканируют пространство и слышат откуда идет сигнал и вот это позволяет прекрасным ориентироваться морские глубинах ловить рыбу дельфины также умеют разговаривать и вот выяснилось что дельфины способны общаться между собой а как они могут похрюкивать свистеть пищать щелчки издает привет обратите внимание что под большой стаи каждый дельфин имеет собственное имя и откликаются на него и вот существуют записанные на пленку случаи когда два дельфина говорят о третьем называю его по имени то есть это все говорит насколько дельфины умные сообразительные прекрасные млекопитающие которые живут в морях и созданы для того чтобы радовать других и человека и сегодня мы с вами научимся делать таких животных а сейчас мы приступим к изготовлению дельфинов значит сегодня мы с вами закрепим базовую форму рыба и сделаем дельфинов я буду показывать на большом квадрате чтобы было всем удобно видно и понятно готовим квадрат сложив базовой формы треугольник как обычно это у нас самая первая заготовка или базовая форма оригамская буковка как я ее называю для того чтобы сложить базовую форму рыба вот я кладу ромбик линия сгиба сверху вниз и мы еще раз перегибаем квадрат по диагонали вот четко видно вот эти вот линии затем складываем с верхней стороны воздушный змей стараемся сложить таким образом чтобы у нас уголки все таки были остренькие в основном бегают указательные пальчики разворачиваем и точно так же с нижней стороны мы сейчас сложим воздушный змей вначале мы совмещаем вот эти боковые стороны к средней линии выровнять и затем середины пальчики разбегаются к уголкам вот у нас получилась вот такая вот большая фигура ромб вытянутый сейчас мы его положим горизонтально дальше таким движением с обеих сторон мы уголки складываем в середине и квадрат середине делится на два от таких маленьких треугольничка и с другой стороны точно так же то есть в середине у нас должна получиться вот такая фигура еще ее называют кроличьим ухом вот эта часть как же мы сейчас сделаем дельфина вот у нас плавники будущие пусть они лежат у нас в одном направлении острый угол мы мы складываем к середине к середине фигуры или до плавников вот так четко прогладили линию поправляем все неровности затем делаем складку молнию то есть опять же складываем треугольничек вот это вот действие называется складка молнии у дельфина нос не такой острый поэтому мы убираем острый уголок назад все вот это нос дельфина следующее действие я складываю пополам всю заготовочку чтобы гладкая сторона была внутри и у нас вот сразу появляются плавнички появляется носик дельфина вот они плавники этот треугольник мы делим пополам и с другой стороны точно так же складываем у нас получились плавнички вот уже передняя часть дельфина почти готова дальше вот этот острый угол у нас сейчас превратится в хвостик поднимаем уголок хорошо его проглаживаем затем открываем спинку дельфина и вот таким движением вгибаем угол вовнутрь и у нас сам уголочек уже сложится пополам а вот теперь будем делать хвост вертушку вот у нас хвост мы сейчас должны сделать надрез только до спинки только до спинки все вот и берем один уголочек и просто опускаем его вниз вот у нас получается хвост вертушка вот у нас получился такой дельфинчик если вы хотите сделать его просто игрушечкой вы можете использовать его как игрушкой но вот эту часть спинку вы можете подклеить чтобы она не открывалась просто капельку клея и вот когда будете делать дельфина вы сможете использовать ее вот как игрушку потому что они живут такими стайками или же вы сделаете картину дельфины в море опять же вы сможете использовать так как вы захотите сами поэтому пробуйте желаю успехов чтобы она не открывалась и вот